Вы смотрите отзыв об отеле Пандейнас Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Юлия, который был в нем в 2009 году. Расположен в тихом месте, большая симпатичная территория, хороший завтрак. Несколько раздолбайское отношение обслуживающего персонала. Отель самый дальний в ряду Фанхьет Муйне, расположен несколько на Атшибе. Для тех, кто предпочитает вечерами бродить по туристической зоне, наверное, все-таки не очень подходит. До центра Товзона добираться 15 минут на отельном шаттле. Бесплатно, но надо заказывать сильно заранее, либо на такси, тоже недорого, 120-150 тысяч донгов в один конец, смотря куда попросишь отвезти. Мы этот отель выбирали почти накануне отъезда из того, что было и наоборот порадовались, что нам попался такой тихий. В пяти минутах ходьбы находятся красные дюмы, ходили туда пару раз, провожать закат, к сожалению, закат в эти дни был в тучу и ничего особенного мы не увидели. Как назло в те дни, когда мы пораньше уезжали в Муйну поужинать, закат расцветал всеми тропическими красками. Пляж из серого песочка, волны очень сильные, плавать в море невозможно, но в то же время волны из воды не вышибают, и если зайти по пояс, то можно попрыгать и понырять в волнах. Лежаки деревянные, очень массивные, выглядят красиво, но перетащить можно только с трудом волоком или вдвоем. На берегу моря места хватало не всем, мы любим поспать подольше, поэтому загорали обычно на лежаках под пальмами, ближе к футбольному полю, метрах в 20 от берега. Пляжные полотенца и матрасики выдаются у бассейна без всякого залога в любом количестве. В отеле четыре больших два, третьих этажных корпуса и штук 10 бунгало на два номера. Все корпусы находятся далеко от шоссе, стоят боком к морю. У нас с третьего этажа открывался боковой вид на море. В номере небольшая терраса с двух шезлонгами и столиком. Нам повезло, номер выходил окнами на север и никогда не перегревался. Единственный поганый недостаток, ночью под потолком что-то постоянно не сильно гудело, даже когда мы выключали и кондиционер, и вытяжку в ванной. Это раздражало, как писки единственного комара в пустой комнате. Видимо под крышей шли какие-то коммуникации. Да, еще вьетнамская фишка, водонагреватель включается отдельной клавишей на стене, если случайно выключишь, потом минут 10 ждешь, когда нагреется вода. В комнате есть чайник и набор чая, кофе, сахар. Ежедневно ставят две бутылочки питьевой воды. Завтрак мне нравился, очень вкусные булочки, вьетнамский кефирчик, много фруктов, неплохой выбор горячего. При тебе готовят омлет. Есть лоток с вьетнамским супом. Ресторан, в котором проходили завтраки, работает круглосуточно, так что при позднем возвращении с экскурсии или раннем отъезде, в принципе, можно прийти и когда угодно заправиться горяченьким. Ежедневно с 17 до 17 часов 30 минут хозяин отеля проводит презентации отеля, бесплатное вино, молдавское, сыр и рассказ об окружающих достопримечательностях. Хозяин австралиец, поэтому рассказ на английском, разумеется. Вообще весь персонал относится к гостям очень хорошо, постоянно спрашивают, не надо ли еще чего-то. Но, к сожалению, когда тебе действительно чего-то надо, могут об этом позабыть. Например, на завтрак молока к кофе было не допроситься и это при том, что кофе и чай подбегали долить каждые две минуты. Однажды не оставили в номере банные полотенца, что обнаружилось неожиданно при выходе из душа. Пришлось вытираться маленьким и звонить на ресепшн. Принесли, правда, без вопросов. При выезде посчитали нам из мини-бара банку пива, которой там с самого начала не было. Но из-за двух долларов я доказывать что-то не буду, пойдет на чай горничный. В остальном все впечатления от отеля самые положительные. Новогодний ужин устроили на лужайке возле пляжа. Стоимость проживания входила только еда, один коктейль и бокал шампанского, вино за отдельную плату или приносить свое, так поступали китайские туристы. Развлекала нас развеселая филиппинская группа с попсовым репертуаром и клевые американские дядьки с репертуаром из ранних роллингов, Боба, Дилона и Те. Поселка, правда, дядьки в середине вечера нагнали немного тоску. Но потом поняли свою ошибку и грянули что-то повеселее, напились и даже сприсали на столах. Новый год прошел весьма достойно. Пару слов об инфраструктуре турзоны. Много магазинчиков со всякими сувенирами, без проблем можно набрать всяких дешевых и красивых фигулек в качестве сувениров друзьям. В магазинчиках и на лотках на улице продают очень много жемчуга. Это не жемчуг, а шарики, выточенные из перламутровых ракушек. В общем-то они стоят своих 10, 20, 40 долларов за снизку, которые за них просят. Можно поторговаться. На рынке в Фонтьоте все то же самое, чуть дешевле можно найти. Фрукты продают довольно дорого для Вьетнама, но, конечно, дешево для курорта в принципе. В маленьких ресторанчиках готовят очень хорошо и вкусно, никаких кишечных расстройств за все время пребывания у нас не было. Мы себе выбрали для обедов ресторанчик «Три медведя». Вывеска так по-русски и гласит, около отеля Сайгон Муйни, но можно выбрать любое другое того же типа. Один раз обедали в пафосно представленном ресторане какой-то там хорост. Он очень заметен всякими движущимися устройствами, расположенными в кустах по фасаду. По вкусу то же самое, а счет в два раза больше, разочаровались. Экскурсии. В районе Фонтьхиета все экскурсии типа, а не оторвать ли попу от лежака и промяться. Ничего поражающего красотой или необычностью, но если действительно отель поднадоел, можно прокатиться. Мы ездили на город Акуи в Далат. В Далат интересно проехаться, именно посмотреть дорогой на жизнь вьетнамской деревни. Конечно, дорога из Хошимина в Муйни занимает 5 часов, и за это время можно много чего насмотреться, но дорога в Далат тише, красивее, идет то через лес, то через чайные и кофейные плантации, то через маленькие деревни и действительно радует глаз. Перед вылетом домой мы еще заезжали на пару дней в Сайгон и оттуда брали экскурсию в мангровые леса в Амсадке. Вот это действительно было интересно. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!